Антиправительственный протест в штате Орегон вылился в захват группой вооруженных мужчин здания, принадлежащего Федеральному природоохранному ведомству. К разбирательству в этой непростой ситуации подключилась ФБР. Власти надеются разрешить конфликт мирно, при этом захватчики уже заявили, что намерены ответить, если к ним будет применена сила. Валерий Кипелов продолжит тему. Борцы с тиранией дяди Сэма или запутавшиеся в Конституции ненавистники централизации власти. В графстве Харни, штат Орегон, группа из нескольких десятков вооруженных мужчин захватили и третьи сутки удерживают контроль над зданием национального заповедника Майюр. Лидер группы Эммон Банди объясняет захват просто. По его мнению, федеральной собственности в природе быть не может. Это здание — собственность народа. Оно существует для людей, для того, чтобы мы могли собраться, объединить усилия и противостоять правительству, которое злоупотребляет властью и отнимает у людей землю и ресурсы. Банди-сотоварищи вступились за своих земляков Хэммондов, владельцев местного ранчо. Дуайт Хэммонд и его сын Стивен три года назад были осуждены на год тюрьмы за поджоги, которые они совершали на территории, принадлежащей правительству. Отец отсидел три месяца, сын — год. По словам мужчин, поджоги в 2001 и 2006 годах они совершали без злого умысла, а лишь с целью побороть сорняки на своей земле и оградить участок от будущих пожаров. Суд счел, что они нанесли вред федеральному имуществу и, кроме того, путем поджогов вскрыли улики браконьерской охоты на оленей, за что Хэммонды и были отправлены в тюрьму. Однако тюремные сроки, которые они отсидели, не соответствовали критериям минимального наказания. Поэтому в минувшем октябре федеральный суд повысил срок до пяти лет каждому и постановил, чтобы сегодня отец и сын добровольно вернулись досиживать оставшиеся четыре года. Банди и компания утверждают, что своими действиями они защищают соседей от тюрьмы и заодно дают отпор большому брату. На территории графства не должно быть федеральных объектов. Власти нарушают Конституцию, говорят они. В чем именно заключается нарушение Конституции, не уточняют. Дуайт и Стивена Хэммонда сегодня принудили явиться в тюрьму за преступление, которое они не совершали и за которое их судили дважды. Они уже отсидели этот срок, и вот их снова хотят упечь за решетку. Я и многие-многие другие люди несколько недель подряд прилагаем все усилия, чтобы помочь им избежать тюрьмы. Но я чувствую, что все взвешенные меры мы исчерпали. Нас продолжают игнорировать. Теперь нам решать, позволим ли мы этому продолжаться или окажем сопротивление, чтобы подобное не произошло с другими гражданами по всей стране, чтобы правительство не приходило в наши дома, в дома наших детей и не отнимало у нас наши права. Примечательно, что сами Дуайт и Стивен Хэммонд от какой-либо помощи или поддержки со стороны протестующих открещиваются. Они просят не связывать себя с захватом заповедников Харни анархистами. На месте событий находятся сотрудники ФБР, которые вместе с коллегами из местных правоохранительных органов должны разрешить конфликт. Пока силовики не вмешиваются в ситуацию и прорабатывают стратегию дальнейших действий. Государство имеет монополию на законное применение силы, но, судя по всему, власти пока делают все, чтобы избежать подобного сценария. Захватчики уже заявили, что в случае применения силы против них они будут отстреливаться. Валерий Кипелов, телекомпания «Артивяй». Продолжение следует...